произойдет я чувствовал это дерьмо вот было очень тревожное состояние что вот хованский какого черта чё почему потом все-таки как-то я успокоился вот вышел на улицу прогулялся вернулся сажусь на скамейку и прям вижу боковым зрением как в мою сторону идут два сотрудника ну так ходят только сотрудники сотрудники отдела и все честь по чести представились к силу показали я переспросил имя и фамилия сотрудников было двое показали все нормально и говорят поедем как следственный комитет но это не каждый день предлагают проехать в следственный комитет а я вот в чем был в том поехал то есть меня кеды на на голую ногу там без носков до шорты с лишнего белья да и владели сидел без трусов извините но без бутылок шортах без трусов но без бутылок запомнить это я прям как чувствовал запомнили 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 тот произойдет это произошло меня схватили ну как схватили просто предложили проехать я проехаться вот почему меня это один из важнейших вопросов вообще во всем этом безумии ну на самом деле если бы я вел дело я бы тоже пригласил какого-нибудь человека который мог бы сказать хованском чего-нибудь не очень хорошее ну кое-нибудь его соперника оппонента лари на чушку ебаную там что такое вот даже если ларин скажет что хованский не собирался никого там какие-то интеракты проводить то ну наверное 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 да в таком случае очевидно что хованский не является террористом и вряд ли ведет пропаганду террористическую ну вряд ли маловероятно на самом деле довольно нормальный ход довольно нормальный ход для людей которые хотят разобраться в ситуации не исключено что но не просто так они его щемят хованского хотят реально узнать хотят реально узнать и разобраться это это наоборот это хороший звоночек что лари на выцепили еще может быть нескольких стримеров это нормально не федова там то что их допрашивают это нормально вы про познякова если позняков это спасников написал донос да ну на мой взгляд позняков той тем самым испортил себе имидж абсолютно окончательно если до этого он был борцом за мужское движение за мужчин против ужасных женщин да то теперь это просто стукач крыса и ну днище короче днище короче пойти я не понимаю как можно с уважением относиться после этого всего познякова это это низко это низко даже с его собственных позиций должно быть это какая-то да пишет позняков просто поехавший ну видимо да ну а кто к нему теперь с уважением относиться будет вот вот ребята из мужского движения вот подумайте ребят вот подумайте вот скажете вы что-то про познякова и он неожиданно вас в тюрягу короче будет сажать пытаться он в другой стране живет ему то плевать понимаете он в безопасности так джон дойп эти он не просто людей травил он травил женщин он травил я не то чтобы за то чтобы травить женщину там у него знаете какая-то сверх идея сверх идея о том что женщины захватили мир женщины это как бы зло мировое и так далее так далее так далее и он сражался против своей сверх идеи а тут он просто слил хованского видимост по своим же словам просто так почему почему потому что хованский что-то нехорошее про него сказал да ну и все из-за этого человека в тюрьму надо сажать серьезно вот серию серьезно это это действительно так это бред это полный бред это абсолютно неадекватное поведение я думаю большинство фанатов познякова за такой поступок ну наверное должны все таки переосмыслить то что вот происходит у них в движении потому что это буквально человек опасный неадекватный более того сам позняков он должен сесть нет я сказал он травил не просто людей а женщин определенную группу по определенным в общем то параметрам по определенным критериям это тоже плохо но здесь за этим стоит сверх идея а вот тут какая-то вообще хрень с хованским как я связан с этой песни я до сих пор не очень понимаю потому что я не был бы быстрыми я не видел тут стрим я видел только после когда уже заливали перезаливы да вот в двадцатом году известные товарищи там не будем сейчас об этом это отдельный пласт срача который вроде как все участники хотят остановить да привет чтобы понимали в этой квартире мы живем месяц она нигде не всплывала я нигде особо ее не указывал вообще нигде не было информации о ней но вот так ребята собственно приехали ровненько в мой двор то есть понимаете до съемная квартира в которой ты живешь месяц всего никаких базах нет информации о том кто там проживает по договору естественно ни в каких базах этого нет так понимаете проблема в чем александр позняков реально нарушает закон и по хорошему познякова реально должны посадить но ну то есть как бы прошу прощения но позняков наверно должен понимать что он занимается не вполне легальной деятельностью и что его великая идея все-таки противоречит законодательство а вот хованский хованский за песню кринж короче пошел но приходит ну наверное это их работа наверное так и ведется их служба которая так опасно и трудно действительно наверное за этой плате деньги но нормально сразу скажу к представителям следственных отделов всяких и пешником вообще никаких вопросов нет нормально все прилично взяли без росгвардии без морды в пол объяснились что зачем много конечно было вопросов очень странных но я согласился и говорю ну поехали поехали комитет садимся в тачку едем от дома до следственного комитета у меня ехать ну совсем немножко там больно три улицы и зачем надо было за мной приезжать зачем надо было вот так меня брать выжидая карауля меня во дворе зачем ребят ну вот честно могли позвонить типа дмитрий вот значит дело идет почему не можете типа прийти к нам я вынулся почему придите к нам я пришел бы поговорил бы рассказал бы тоже самое ладно я к вдруг ты его соучастник как бы не все правильно сделали они все правильно сделали и все четко. И правильного человека выбрали. Ларин, Ларин, Ларин. Ну, Хованский часто упоминает Ларина. Окей, полковник ФСБ. Хорошо. Буду осторожен в высказываниях и действиях. Хорошо, полковник ФСБ. Спасибо вам большое. Желаю вам всего самого доброго и самого хорошего. Надеюсь, все будет хорошо. Не, ну я просто хочу сказать, что вот Позняков, ну зачем он это сделал? Мне просто странно. Мне интересно, непонятно. Я пытаюсь поставить себя на его место, пытаюсь встать на его место. Допустим, у меня есть идея какая-то, да, такая интересная. Ну, эта идея много кому не нравится. И будут критики, конечно. Ну ладно, за свою идею я продолжаю воевать, сражаться, но Хованский, еще и против него, с учетом, что ты в безопасности, в другой стране, живешь сейчас, на Хованского травить какую-то полицию, ну это странно, ну вот-вот вообще как-то странно. Вот-вот-вот серьезно. Я вот это хочу сказать. Мне, мне непонятно его мотивация просто в целом. Я бы хотел мотивацию понять. Тело, чертые, а если вы подойдете к кому-нибудь, бывают же сердечники люди, типа проедемте, отдел противодействия экстремизму. Все, у человека заёкает. И вот, кстати, тогда я должен был вернуться домой и записать ролик про аниме, как вы понимаете, это не аниме, немножко не по плану все пошло, да, и вставить туда рекламу моих друзей. Крипто Браз, замечательный канал сделок криптовалютных, так называемых сигналов. С чистой совестью рекомендую, потому что это качество аналитика, проверено закрытыми сделками. Те, кто не верит в крипту, листайте рекламу, нажимайте вправо. Канал Крипто Браз был создан относительно недавно, но уже самый популярный в СНГ-канал по аналитиках. Джон Дуэй пишет, мотивация простая, он на меня наехал, я на нему подносру. Ну, это кринж. Ну, это детский сад. Ну, то есть, это такое себе, такое себе, я считаю. Поговаривают? Уверены? Уверены, что его надо заблокировать? Что-то я не понял пока, да? Поговаривают, что слил-то Хавана Стасик. Ну, хрен его знает, кто там. Позняков взял на себя ответственность в данном случае, поэтому ХЗ, без разницы, конечно, без разницы, конечно. Там вас случайно, наверное, Реала Галак забанили, простите, пожалуйста. Так что тут все непросто. Аналитики по сигналам. На данном телеграм-канале вы найдете очень качественные сделки, которые часто называют сигналами. С доходностью, естественно, на большой дистанции чаще всего, но с доходностью от 30 до 1000%. Если ты трейдишь или интересуешься трейдингом, зайди по ссылке в описании и на канал Крипто Браз хотя бы понять, что такое трейдинг. Не, ну вот непонятно, что ребята с законом играют. Это, по-моему, немножко тупо. Вот, опять же, да, когда в стриминг начинает вмешиваться закон, кто-то кого-то, где-то, куда-то судить там собирается. Это детский сад, по-моему, тоже полный. Ну, потому что это серьезное дело, на самом деле, серьезное дело. Просто взять и испортить жизнь человеку полностью. Так, потом этот же человек тебе мстить будет, ты потом будешь думать о том, как бы чего где-то лишнего не сказать. Какая глупость. Что такое криптовалюта, если ты вот до сих пор не понимаешь, что такое альткоин, что дико важно на самом деле при текущем рынке. Там ты можешь посмотреть историю всех сигналов, которые отработали. Ну и вот, например, результат. Я еще даже не успел поговорить с следователями. И я не постил о том, что я задержан. Новость появилась как бы из ниоткуда. Делайте выводы. Допрос велся порядка двух часов. Мы говорили об очень разном. Связанном с блогингом, со стримами в целом. С этим делом, естественно, большую часть. Какие-то предположения, что, как, на каком железе, я не могу вообще какие-то детали следствия озвучить, потому что есть такая тайна следствия, да. Но хочу сказать, что это тревожная процессия. Быть на месте свидетеля, это не очень комфортно. А уж на месте подозреваемого. Поэтому я очень не завидую Ире. Сейчас, к сожалению, у него не самые лучшие времена. Сейчас. Ну вот я замечу, что Ларин, видите, он какой добрый, добродушный человек, на самом деле. Несмотря на то, что они там шутили, писали друг против друга диссы, чушка ебаная, там, все вот это вот такое. Ларин все равно, видите, добрейшей души человек. Да я думаю, Хованский тоже бы, если бы Ларина начали сажать, тоже бы как-то вот... Не стал бы злорадствовать, например, по этому поводу. Ну, потому что это неадекватно просто. Это, конечно, неадекватно просто. Эх. Да. Период, когда надо забыть обо всех срачах, надо держаться вместе, я считаю. Я не морали за так стую, просто вы же видите, что происходит. Вы же видите, что происходит. Конечно, песня ужасная, конечно, песня мерзкая. Да, абсолютно согласен. Однако это происходило 10 лет назад практически. Абсолютно согласен. На стриме, где было 5 человек. Окей. Ждаю, как бы вот такого рода высказывания, музыкальные произведения, вообще не должны быть такими. Но на секундочку, 2 месяца в СИЗО сейчас за что-то, что было сделано несколько, десяток практически лет назад, песню, которую Хованский пытался всячески удалить, она всплывала, ну, не на его ресурсе. Эта песня всплывала время от времени. И он, я так понимаю, ее удалял. И вот последний раз он, видимо, не смог это сделать. И вот случилось то, что случилось. Ужас этой ситуации, что все, кто в блогинге давно, они наверняка могли сказать что-то, что может быть притянуто по какой-либо из статей нашего уголовного кодекса. Я в этом практически не сомневаюсь. Если пересмотреть все стримы, если пересмотреть все гостевые эфиры, если копнуть что-то, ну, как бы, ну, кто не без греха, пусть первый кинет в меня камень. Ну, на самом деле, так и есть. Нарушить закон в нашей стране довольно просто. А не нарушить закон в нашей стране довольно сложно. Как ни странно. Поэтому здесь с Ларином тоже можно, отчасти, согласиться. И, безусловно, и, безусловно, сажать всех нельзя. Сажать всех нельзя. С учетом, ну, например, я сижу, я стримлю на протяжении там по 6-7, там, 8 часов в день. За 6-7-8 часов в сутки ты периодически теряешь контроль, говоришь то, что не нужно. Или там фристайл, читаешь по фристайле то, что может воспринято быть, как, не знаю, агрессия какая-нибудь или еще что-нибудь. Скажем так, как говорил Иисус. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину. Я хочу сказать следующее, что блогеры частенько нарушают закон. Закон о рекламе, закон... Ну, доброе имя, допустим. ...провышение скорости. Вот Эдвард Билл понятно, что нарушил. По ней не блогеры нарушают. Блогеры обычные люди, может быть, немножко, чуть более поехавшие. Но даже Эдвард Билл ждет сюда дома, в домашнем аресте. Шатов, ты уже наговорил на пожизненное, но оправданий терроризма у меня вроде бы не было. Вот еще единственное, единственное, что, наверное, вот именно из оправданий терроризма, не оправдывал. Не оправдывал я ничего связанного с терроризмом, никогда. Я вообще себя очень часто ставлю как пацифист вообще радикальный, да. Хотя я не пацифист радикальный, но от меня можно услышать то, что связано скорее с таким, знаете, пацифизмом. Я не очень люблю военные действия, войну и так далее, так далее, так далее. Я довольно миролюбивый все же человек, несмотря на все, что у меня происходит. Кстати, тот стрим в 2011 длился 7 часов и после песни он сказал, извините, это шутка. Норм. Ну, видите, трудно. Покажу твой видос про голову Моптюка. Ой, это не самый жесткий видос. Голова Моптюка, это вообще детские шутки. Ну, я считаю, что наказание должно быть, раз уж дело возбуждено, но такого не бывает, да. Ну, что у нас дело возбуждено, я правда это не... Если дело возбуждается, значит, это кому-нибудь нужно. Ладно, шутка. Приговор, ты их там сотая доля процента. Ну, то есть это будет либо штраф огромный, либо условка и штраф, либо колония или что-то в этом духе. Я искренне надеюсь, что будет просто штраф большой, чтобы там подобнищал Хованский, чтобы там... Ну, сажать за такую вещь, за которую он раскаялся уже, которую он всячески вдавливал. Ну, ребят, мразотный поступок Хованская с той песней? Конечно, мразотный. Но я считаю, что люди, которые поднимают сейчас старую инфу о старых блогерах, какие-то высказывания, песенки, они... они мрази. Ну, нахера тебе это? Вот те люди, кто стрим записывает, выкладывайте. Вы зачем? Вы понимаете, что если вы записали какой-то стрим... Вот я сейчас офф-топ небольшой, да? Если вы записали стрим какого-то блогера и выложили себе... Ну, Вайлетт, Шанкар вроде даже и не второй. Гаудопада, он все же предшественник. Шанкар уже внутри школы. Основателем оригинальной Адвайты... Это уже с припиской основатель оригинальной Адвайты. Сейчас, поймите, да, это разные вещи. Основатель Адвайты Веданте и просто основатель оригинальной Адвайты Веданте. Две разные штуки, короче. Я в надежде, что с монетизацией вам пойдет что-то... То же самое, что сказать, что секс-темпирик основатель скептицизма, либо вот, в общем-то, латинского скептицизма, хотя он не латинский вроде, не. Короче, ну, короче, в общем, уже римского скептицизма, так скажем. Просто разные вещи будут. Чтобы вы там, не знаю, интернет оплатили за месяц, да? Вы понимаете, что вы на свою площадку размещаете слова другого человека, вы как бы соглашаетесь с ними и распространяете это. Ну, оно так. Такая статья. Так это работает. Поэтому я бы хотел обратиться к тем, кто делает подобные вещи, найти вас будет очень, 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 очень легко. Ребят, у нас есть колесо, напоминаю, колесо, 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 колесо удачи, колесо фортуны. Напоминаю, у нас есть, друзья, вот эта прекрасная штука, колесо удачи, вот она, вот она. Мы можем сегодня его крутануть. Капхэт. Спасибо за большое, что оживляете наше колесо. Капхэт. Как только наберется нужное количество контента, мы его крутанем. Пожалуйста, не забывайте про колесо, колесо важная штука. Если вы сделаете, если вы сделаете что-то, что будет конфликтовать с такими людьми, как отдел Э, например. Это произошло там 10 лет назад, например, события с этим высказыванием. Если человек за 10 лет изменился, если вы не изменились за 10 лет своей жизни, у вас проблемы, но это так, чтобы ты понимал, да, что с тобой будет и что с тобой не будет дальше, если ты не будешь меняться. Если человек меняется, раскаивается и всячески пытается как-то нивелировать ущерб от своих тараканов в прошлом, это же хорошо. А те люди, которые пытаются его загнобить, притянуть снова, это же слишком жестоко, вы понимаете? То есть человек пытается сделать себя лучше, но и мир лучше, и, соответственно, тут кто-то такой, а вот ты был, а вот это вот так вот, а вот тут вот сковырнули, и вот, а вот. Это что за бред вообще? Это бесчеловечно. Да там проблема не просто в том, что это бесчеловечно. Это настолько бесчеловечно, насколько только может быть. Позняков... Спасибо, Джунда. Позняков, короче, если это он виноват, Позняков, если он виноват, просто взял и как бы решил уничтожить жизнь человека, который не сделал ничего плохого. При том, что Позняков сам закон нарушает, периодически. То есть почти все, что делает Позняков, это вот как раз то, за что его надо бы посадить. Хованский за одну ебаную песню может сесть или штраф, или еще что-то. Вообще, по-хорошему ничего не должно быть. По-хорошему ничего там быть не должно. Я не понимаю, если будет ужасно. Вечное дерьмо. Блогерские срачи, они должны быть веселые, немножко туповатые такие. Ну, люди любят туповатые, да? Миллион людей не могут быть умными. Что-то забавное сейчас кому-то забавно, сейчас кому-то весело. По-моему, все подсели. Все подсели на очко. Какой кипиш начался сейчас? Сколько людей мне написало, вы даже не представляете. Некоторые мне не писали годами. Все хотят знать, что как. Большинство хотят знать, знаете что? Не спрашивали ли про меня? Про меня не спрашивали. А про меня не спрашивали. Я предлагаю, пока у нас смутные времена наступили, вообще свести все максимально, все скандалы, состояние негича на какой-то, либо плата, либо успокоиться. Короче, блять, сложите мечи, блять, на бочку. Все, нахуй, нам, короче, надо держаться вместе. Понимаете, что это уже... Когда придут за мной, пришли за мной, блять. Да, не жестко, пришли за мной, ребята. Если вам мало того, что пришли за Хованским, то, блять, пришли за Лариным. Да, свидетель пока. Но, как знаете, говорят иногда, от свидетеля до подозреваемого один шаг. Так мне и сказали, в общем-то. Ну, это в шуточной форме было, я так понимаю. Они нащупывали просто тогда почву. Почку нащупывали. Нахождение общего языка. Забавный, к тому же. Способ найти общий язык. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, мальчик, иди смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри. Это до подозреваемого, а потом и до преступника один шаг. А если от пришел преступником, то там и до смертной казни недалеко. Как наладить общение с друзьями? Да, непосредственно. Без смс-регистрации. Мужики сидят в Следственном комитете, веселые. По существу, что не понимают, интересуются, спрашивают. Но я на том допросе больше выступал, как некоторый эксперт в том, том где это могло быть когда это могло быть как это организовывалось то есть у многих из них нет представления о каких-то вещах которые мы с вами знаем потому что мы уже внутри этой архитектуры они внутри других структур у них своя структура и ну во первых сейчас если они хотят разобраться если они хотят разобраться то это уже хорошо если они я самого начала сказал если они позвали ларина то это хорошо потому что они хотят узнать как все работает они хотят узнать как это говорил хованский в шутку не в шутку призывал ли он кого-то к терроризму или не призывал не знаю сколько террористов воспитана хованским лично и так далее так далее так далее то есть они взяли не самого лучшего его другана во первых да во вторых но проще с которым хованский так или иначе связан и это все нормально это вполне нормально это хорошая следственная работа они ее ведут они что-то узнают они как-то вот все это прорабатывают и это намекает нам на то что все таки в конце концов хованский отделается минимальным каким-нибудь минимальный короче проблемы но все золоте сидит например может даже штрафа не будет потому что мы все в принципе знаем что хован ский не воспитал ни одного террориста надеюсь над надеюсь надеюсь не воспитал ни одного террориста мы все отлично знаем что хованский все те слова произносил в шутку это был сарказм очевидны и так далее так далее так далее Ребят, не нужно всякие теории заговора пока что приплетать Вот если Хованского реально там посадят на 88 лет Вот тогда уже будем приплетать теории заговора Потому что, ну, по-другому это уже никак будет не объяснить По-моему, по-моему, если они ищут, если они пытаются разобраться Это хороший звонок Это значит дело не липовое Вот так вот скажем Это не просто они хотят его посадить А они пытаются узнать, стоит ли его сажать или не стоит Это как бы не хорошо, не плохо Просто меня, получается, подтянули для того, чтобы я как-то что-то попытался объяснить Потому что связи со мной, блядь, этого дела вообще никакого нет Я даже ролики тогда не снимал Когда все это происходило Это, наверное, первый судебный процесс, где упоминается слово Versus Battle С ошибкой написано, конечно Вот, ну, в контексте того Встречался ли ты когда-нибудь с Хованским, да? Встречался на Versus Вот, на Versus Battle Вот, ну, это так Ха-ха Ситуация жесткая Когда вот меня еще не схватили, да? Утром написали с некоторой радиостанции Ну, сеть уже облетели видео Где там Юра, вот эта квартира И собачка какая-то И мне на почту написали Дмитрий, а что с собакой Хованского? Она у вас? Да, блядь, у меня Дружок, иди сюда Вообще, это очень странная движуха Потому что и притянули меня, ну, к делу, да? Свидетелям, я даже не понимаю Свидетелям защиты, свидетелям обвинениям, экспертам Зачем я? Какую информацию могу дать? Я могу дать, как сторонний только зритель Вот Собаки меня нет Если у вас до сих пор такой вопрос Собаки меня нет Я так понимаю, из-за того, что это происходило на стриме Нефедова Вот эта песня, да? Звучала в первый раз Нефедов там тоже был Вообще, это звучит как анекдот, да? Встречаются как-то Хованский, Ларин и Нефедов в Следственном комитете Вот Хованского действительно можно привлечь Но не только по этой статье И даже не столько по этой статье Даже вот за рекламу пирамид, ставок Вот это все привлекайте Дайте ему штраф по закону о рекламе Еще какие-то моменты, где он, ну, подкидывает людей на мошеннические схемы Дайте И Юра пересмотрит свое отношение к контенту Но когда вот такое происходит Когда за десятилетней давности песню Да жестковато, жестковато, ребята, вам не кажется? Не секрет, что крупные блогеры неплохо зарабатывают Ой, блять, ладно Короче, все это будут жевать еще несколько недель Пока Хованского не освободят Чекайте Чекайте Хованского освободят В худшем случае дадут штраф Пиздеть, об этом будут еще две недели Хайпить, 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 хайпить Все хотят похайпить, короче Я не то, чтобы сильно хочу похайпить Но хайлайт я, конечно, сделаю Как говорится, да Я не то, чтобы сильно хочу похайпить на Хованском Но хайлайт я сотворю, безусловно У меня нет, наверное У меня мало сомнений в том, что, скорее всего, Хованский от всего этого говна отделается И тут, в принципе, пока обсуждать нечего Пусть посидит в СИЗО Вот как Вячеслав пишет Может быть, реально его посадили в СИЗО Потому что не уверены в том, что он психологически-фихически стабилен И может что-то с собой сделать, наверное, да Я, в принципе, допускаю, что и так может быть Хотя практика сажать в СИЗО довольно распространенная Особенно если статья такая существенная Статья существенная Ему очень существенную статью приплетают Несмотря на то, что оснований на это не то, чтобы сильно много Песня, песня просто Ну, штрафуете вы блогеров финансово Ну, наказывайте рублем Не надо наказывать решеткой Мы же друзья очень большому количеству Ну, проблема даже не в том, что решеткой Решетка сама по себе не самое худшее наказание Плохо, что будет потом То есть Одновременно со всем этим дерьмом Ну, после этого он уже и работать нормально не сможет Хотя ему похеру, наверное, все равно Да, ну Хованскому это никак не блядет Хованскому даже все условный срок дадут Ему по большей части плевать Его жизнь от этого не изменится Он просто продолжит дальше заниматься тем, чем он занимался То есть для него это все равно никак не убийственно Для него, наверное, решетка действительно хуже всего Нормально Нормально Обычных россиян Ваших детей, внуков Товарищ майор Зачем это надо? Кто-то не увидит свой любимый бложи Кто-то не увидит реакцию Кто-то не увидит обзор ГТАРП опять-таки И что он пойдет? На улицу пойдет А что на улице? Ооо, лучше дома посидит Мы, особенно вот мы ветераны Мы не несем за собой цели Какую-то вести деструктивную деятельность По отношению к целостности законодательства Российской Федерации Мы здесь, вы понимаете? Мы здесь, и это самое лучшее признание Тому, что нам эта страна нравится Мы готовы здесь жить пока что Кто не хочет, он уже уехал Как бы это грустно не звучало Но не хочется делать контент И настолько сильно себя Там, цензурировать Понятно, что не будет никто Больше петь какие-то жуткие вещи Вот такой градус он не будет Никогда больше достигнут Никем Как в той песне Но Штрафуйте нас, блядь Shut up and take my money Как говорится, блядь Но не надо Ну, естественно, кроме преступлений Которые Ирл происходит Там Тачка сбитая Взятки какие-то Но проблема в том, что пока еще ничего не понятно Кого, где Посадят, не посадят И так далее, так далее, так далее Бергсон нормально Как тебе, Анри Бергсон? Хорошо Хорошо Он мне хорошо Подходит Да Что блогеры у нас тоже Инфлюенсеры Бывает делают Прочие нарушения законов Побой Понятно, что это все По нине стайл И за это надо закрывать И все такое Слова, господи, ребята, слова В средствах комитета, кстати, интернет очень плохой Там Эдж Е2, Е2 Поэтому я текстом там писал что-то И вот пока я в допросе участвовал Ну, чтобы вы понимали Я достаточно лайтово в допросе участвовал То есть я не то, что на стройме там Или вот так как-то сидел Ну, я в телефоне параллельно Потому что и следовательно тоже писал В клавиатуру смотрел Одновременно сразу несколько человек Параллельно Без моего ведома Моих друзей Но по-другому этих людей не называть Были готовы Уже выдвинуться С адвокатами С журналистами Представителями ЕСПЧ То есть Это очень приятно Очень приятно осознавать Что есть Этого не потребовалось, естественно Потому что, ну, как я говорил уже Там Паумейстер норм Во-первых, за мной нет вины Во-вторых Ну, собственно Какой-то жести не было И в целом все прошло там быстро Там не больше двух часов Я находился непосредственно на допросе Но вот То, что Несколько людей Одновременно были готовы Все усилия потратить на то Чтобы Не произошло Какого-то дерьма Я бы хотел пожелать Всем вам Чтобы у вас были такие люди Чтобы Все Ладно Давайте Давайте